Приветствую гостей и подписчиков канала. Вот и завершилась лыжная многодневка турдески, у женщин победу праздновала Наталья Непряева, у мужчин не было равных Яханнесу Клэба. Теперь, когда до начала Олимпиады остается ровно месяц, спортсмены начнут форсировать к ней подготовку и участие некоторых сильнейших лыжников на двух оставшихся этапах Кубка мира по лыжным гонкам возможно будет под вопросом. Так Клэба на этих двух этапах не выступит точно, а Александр Большунов возможно выступит на обеих этапах. Об этом сегодня рассказал главный тренер сборной России Юрий Бородавко. 5 января его группа переезжает во французский Леруз, где в период с 14 по 16 января пройдет очередной этап Кубка мира. Решение об участии спортсменов на следующем этапе в Словенской планице будет определено исходя из их состояния. Самое главное, что после завершения многодневки Юрий Бородавко проговорил о количестве гонок, которые собирается бежать на Олимпиаде Александр Большунов. Спортсмен со слов Бородавко намерен пробежать всю программу Олимпийских игр в Пекине. Ранее о своем плане пробежать все дистанции в Пекине заявил его главный оппонент Яханнес Клэба. Можно по-разному относиться к словам как тренеров, так и спортсменов. Конечно же нам хочется с одной стороны, чтобы Александр пробежал все гонки, но как мне кажется Александру можно пропустить личный спринт. Он будет 8 февраля. А 6 скиатлон. 11 классическая разделка на которую Александр конечно же имеет особые виды. Сможет ли он восстановиться после двух гонок и подойти во всеоружии к разделке это большой вопрос. Ведь Низканин вряд ли будет бежать спринт это не его дистанция. А это значит что один из сильнейших классистов мира будет перед разделкой максимально отдохнувшим. Посмотрим что будет дальше, интрига возрастает с каждым днем. На этом с вами прощаюсь, с уважением Ренат.